Никола Тесла родился 10 июля 1856 года в деревне Смеляны, на территории современной Хорватии. Его родители были сербского происхождения. Отец, Милутин Тесла, был священником, а мать, Джу Камандич, занималась ткачеством и была мастерицей на все руки. Тесла рос очень любознательным, но странным ребенком, который был просто очарован окружающим его миром. Однажды он попытался полететь, прыгнув с крыши дома с открытым зонтиком в руках. Также он придумал пропеллер, который приводили в движение майские жуки. Однако прервал свой эксперимент после того, как увидел, что соседский мальчик ест этих жуков. Увиденное вызвало у Теслы настолько сильное отвращение, что он больше никогда в жизни не прикасался ни к каким насекомым. Тесла уже в школьном возрасте овладел немецким, французским и итальянским языками, и у него были лучшие оценки по всем предметам. Один из его одноклассников, имевший средние оценки, рисовал и чертил хуже всех. А в соответствии с правилами школы, ученик, занимающий последнее место по черчению и рисованию, подлежал исключению. Тогда Тесла решил стать худшим учеником класса по этим предметам, будучи уверенным, что его успехи по математике и физике не позволят применить к нему строгую меру наказания. 6 июня 1884 года Тесла прибыл в Соединенные Штаты. Он нанялся к Томасу Эдисону в качестве инженера по ремонту электротехники, но в итоге усовершенствовал генератор постоянного тока, на котором строился весь бизнес Эдисона. Эдисон предложил Тесле 50 тысяч долларов, что по современным меркам составляет сумму, превышающую миллион долларов, чтобы тот улучшил его генератор. После завершения этого задания Тесла, однако, денег не получил. Эдисон отказал, сказав, что никогда не воспринимал свои слова об оплате всерьез и что Тесла просто плохо понимает американский юмор. Тесла покинул компанию Эдисона и в 1888 году начал сотрудничество с Джорджем Вестингаузом с целью продвижения своей системы переменного тока. Проблема была в том, что переменный ток конкурировал с постоянным током, на котором стоял весь бизнес Томаса Эдисона. Так началась война токов. Эдисон начал массированную кампанию, направленную против Теслы с его переменным током, пытаясь тем самым напугать людей. Он распространял ложную информацию относительно смертей от переменного тока и дошел даже до того, что с помощью него казнил перед публикой цирковую слониху. Проще говоря, по отношению к Тесле Эдисон был настоящим подлецом. Постоянный ток имел много недостатков и стал причиной огромного количества смертей и многочисленных возгораний домов. Кроме того, максимальная дальность постоянного тока была около полутора километров, а это означало, что для его передачи необходимо было строить множество подстанций. Их бы и сейчас продолжали строить по всему миру, если бы использовали технологию постоянного тока. Дальность же переменного тока Теслы составляла сотни километров. Лампы, работающие на переменном токе, светили ярче, в отличие от скудного желтого цвета ламп на постоянном токе. В конце концов, Эдисону пришлось мириться с пожеланиями людей и уступить технологии переменного тока. Но заслуги Теслы не останавливаются лишь на электричестве. Ему принадлежит множество патентов на изобретения, без которых мы не представляли бы нашу сегодняшнюю жизнь. Среди них электродвигатели, флуоресцентный свет, беспроводная передача энергии, дистанционное управление, лечение высокочастотными токами и многое другое. Тесла умер 7 января 1943 года от сердечной недостаточности в одной из комнат отеля New Yorker в США. Несмотря на свою известность и влияние, оказанное на мир, он умер в больших долгах и одиночестве. Упоминание имени Николы Теслы сегодня связано в основном с так называемой катушкой Теслы, индукционным мотором и с международным обозначением для измерения силы магнитного поля. Таинственность, окружающая личность и открытие Теслы способствовало распространению всевозможных утверждений и легенд, не поддающихся проверке, по причине отсутствия документов. Однако это не мешает приписывать ему прямое или косвенное отношение ко многим загадкам XX века, таким как Тунгусский метеорит, создание луча смерти и филадельфийский эксперимент. Однако многие факты из его жизни и о его необыкновенном творческом даре покрыты забвением. В то время как Эдисона называют изобретателем века, Тесле, забытому и недооцененному, отводится лишь маленький пункт в современных учебниках по физике. Это была история Николы Теслы, гения и изобретателя.